Сегодня председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов провел онлайн-встречу с руководством Обчероссийского просоюза бортпроводников гражданской авиации. Я знаю, что в связи с так называемой регуляторной гильотиной отменили многие нормы действующие еще Советского Союза. Но, если я правильно понимаю, сейчас получилось, что норматива о регулярном медицинском осредительствовании бортпроводников, вообще сейчас не действуют никакие нормы. Вот я хотел послушать вас, узнать, какова ситуация, чем помочь, как поддержать. Основная проблема, утверждает президент профсоюза, в том, что нормативные документы, которые регламентируют обязанности бортпроводников, создаются без их участия. Нагрузка на бортпроводников очень большая. И что получается, что приходят молодые люди, отлетав 3-5 лет, а их через этот период, через 3-5 лет, их списывают по состоянию здоровья. Это происходит в основном из-за того, что бортпроводникам нужно налетать за месяц 80 часов. И если ставят только короткие рейсы, например, в Уфу или Сочи, то сотруднику приходится работать без выходных. Мы бы хотели вас попросить, чтобы, может быть, вы вышли из какой-то законодательной инициативы по поводу изменения 139-го приказа, и это половина работа об особенностях режима труда елдово-летного состава, гражданской авиации. Кроме того, обсудили увольнение профессионалов, медосвидетельствование летного состава, проблемы, возникающие в связи с регистрацией воздушных судов не на территории России. Сергей Миронов, как законодатель, готов помочь с улучшением условий труда бортпроводников. Продолжение следует...